Приветствую подписчиков! Компания Радостроя, Алексей. Сегодня у себя дома. Хочу записать видео по поводу того, что наконец-то мне начали оформлять газ. Подвели уже трубу газовую. Сейчас покажу. Осенняя погода. Подмосковье. Ну так или иначе, прокопали уже траншею. Подвели вот магистральку. Не ровен час, но в принципе через месяц поставят оборудование. Через месяца полтора-два уже будет газ у меня. В связи с этой новостью, радостной для меня, в принципе, продаю спокойненько свой котел. Пилетный. Котел марки Общемаш Пересвет 20 ма. Сейчас подойдем, расскажу о котле. Смотрите видео до конца, кому это интересно. Расскажу также о приятных плюшках, подарках, которые вместе с этим котлом идут. Я думаю, если вы настроены покупать котел пилетный такой марки и такой комплектации, то это для вас очень хороший вариант будет. И особенно, если вы находитесь на юге в Московской области. Так. Ну, наверное, для тех, кто не знает, что такое фирма Общемаш, пару слов скажу о фирме. Компания, которая выпускает данные котлы, очень серьезная компания, находится в городе Пересвет. Это Подмосковье. Компания раньше выпускала горелки промышленного масштаба. До сих пор, по-моему, их выпускает. И потом со временем перешла на частные котлы. Но делает это уже очень давно и очень успешно. На форум-хаусе, в свое время, когда я выбирал котлы, есть целая тема, посвященная котлу Пересвет. И практически нет людей, у которых Общемаш, у которых есть какие-то негативные отзывы. В том числе, вот у меня ни одного негативного отзыва по этому котлу нет. Он, верой и правдой, отпахал 7 лет у меня. В общем, котел в 2015 году, где-то в 2016 я его запустил в эксплуатацию. В общем, здесь ни одной ошибки. Все датчики показывают, до сих пор все прекрасно работает. Расскажу немного о самом котле. Котел пилетный. То есть, вот у нас есть блок управления пилетной горелкой. Есть пилетная горелка сама. Есть бункер с пилетами. Сейчас я попробую еще подсветочку включу. Так, секунду. Вот так. Так, наверное, будет поинтереснее. В общем, есть бункер пилетный с крышкой. Все, что было в комплектации, все сохранено. Немного запылилось, но на сути это не влияет. Работа. Значит, по названию горелки мы видим, что горелка у нас установлена 10-20. То есть, мощность горелки соответствует диапазону мощности от 5 до 25 киловатт. То есть, данная горелка в данной комплектации с этим котлом, котел называется Пересвет, 20 ма, может использоваться на отопление помещений до 200 квадратов включительно. Или чуть больше, если хорошо все утеплено. Котел комбинированный. Я в свое время как-то перестраховался и, в принципе, не пожалел ни разу, что взял именно такой котел. Кто разбирается в номенклатуре общимаши вот этих котлов, валдай и так далее, знает, что бывают маленькие котлы валдай и котлы Пересвет. Вот этот Пересвет, он отличается от валдай тем, что он заточен в том числе не только на сжигании пилет. То есть, у него есть пилетная горелка, но он также заточен на хорошее качественное сжигание твердотопольных вещей. То есть, дров, брикетов и так далее. Это обусловлено тем, что у него длинная шахта, это котел шахтного типа. И мной лично замеренный опыт сжигания дров это 12-13 часов. То есть, при полной загрузке шахты. Также здесь есть система перепусков теплого воздуха, чтобы в рубашку теплоотдача была хорошо происходила. То есть, здесь дым идет вниз сначала, потом идет через, как они называют его, турбулятор или что-то в этом роде. То есть, оседает тепло на рубашке, потом идет во второй шахте, и вторая шахта уже идет в трубу. То есть, здесь такая система перепускная дымовых газов, таким образом, чтобы тепло оптимально в теплосъеме было в рубашку уходило. По котлу за порядка шести лет эксплуатации ничего у меня не произошло. Ни разу я никуда не обращался, ни на что не жаловался, ни на что не ремонтировал. Единственное, что я сделал за это время, это я брал вот этот вот модуль, блок управления пилетной горелкой, и возил его в город Пересвет, Сергий, в Посадский район. И мне этот блок в прошлом году перепрограммировали, у них вышло обновление программного обеспечения, и мне его перепрограммировали, и он теперь работает по каким-то другим более современным алгоритмам. Но, если честно, я какое-то супер улучшение не заметил. Единственное, что отдувка стала более такая перманентная. То есть, если раньше он, например, там, ну, допустим, в шесть часов вставал на продувку, вот этих пилет, золы, которые там оставались, то сейчас он продувает перманентно ее. В принципе, там пепел не успевает скапливаться. Так, по поводу котла сказал, что котел комбинированный, может работать на пилетах, очень хорошо это делает, может работать на дуровах. Ну, например, у меня были случаи в деревне, когда отключали свет, я просыпался ночью, как раз всякая авария, был снегопад, света не было. Буквально за 10-15 минут я заменил горелку на колосник, здесь есть решетка, закинул дров, зажег. В течение часа-полтора у меня уже в батареях была теплая вода, и, в принципе, достаточно долго света не было. Я вышел из ситуации, никто не замерз, все было хорошо. То есть, в этом плане котел многофункциональный, он очень удобный, и можно в разных стрессовых ситуациях спокойно его эксплуатировать. Что еще сказать по котлу? В принципе, котел вообще никаких нареканий у меня нету. Продаю, как я сказал уже, потому что у меня подводят газ, поэтому данный котел мне уже не нужен. Может быть, даже я его оставил, но я вот это помещение буду сносить, так как у меня будет газовый котел, я хочу расширить кухню, стенки снести, и поэтому вот это вот, ну, посреди комнаты, посреди кухни мне система не нужна. Поэтому отдаю. Я примерно посмотрел стоимость котла. Вот, кстати говоря, вот это даже горелка, если взять отдельно эту горелку на 20 кВт, которая, она стоит порядка 110 тысяч. Сам котел, примерно я гляну, где-то 230 тысяч, 225 тысяч стоит. На самом деле, это нормальная стоимость для такого оборудования, потому что вот у меня не было газа в деревне 6 лет, я без проблем перезимовал, закупал пилеты. В принципе, пилеты сейчас в московской области продаются везде, раньше их в Европу поставляли, сейчас их в Европу не поставляют, их до хрена, цены на них спокойны, падают постоянно, в наличии они везде есть. Вот, и я закупал порядка там 2-3 тонн пилет на зиму, и на дом 140 квадратов мне этого хватало. То есть, по деньгам это даже интереснее, чем газ. По большому счету получается, я несколько раз считал. То есть, газ он никогда не окупается, но просто как удобство, как повышение стоимости участка, ну, подводим, раз подводит. Что еще про котел сказать? В котле я полностью уверен в том, что он еще прослужит очень много лет, без всяких проблем. Причем у компании Общемаш очень хорошая служба поддержки. То есть, сюда можно позвонить практически в любое время суток. Ребята подскажут, объяснят, как что делать, как котлом пользоваться, и без проблем. Значит, что еще касается комплектации. Данный котел идет с GSM-модулем. Вот он, GSM-модуль. То есть, если мы сейчас войдем в Wi-Fi-сеть, мы увидим симку, которая здесь есть, этого котла. Это означает, что котлом можно управлять на дистанции. То есть, например, если вы приезжаете на дачу, но хотите, чтобы там уже было тепло, данный модуль GSM, он позволяет вам включить котел на расстоянии. То есть, вы можете нажать на специально установленную программу в телефоне. Пуск. Котел зажгется. Даст вам обратную связь, что там племя пошло. Температура, там, подача, обратки такая-то. Можно регулировать температуру с телефона. Это тоже очень удобно. Даже если у вас стоит котел, например, там на первом этаже, а вы находитесь дома на втором, на третьем, вы можете... Стало жарко, отрегулировали, послали смс-ку. Котел исправил температуру, например, там обратки или подачи, и у вас стало теплее. Также, если вы уехали, вы можете спокойно в любой момент выключить его, включить. То есть, это удобная опция. Можно пользоваться. Для пеллетного котла очень хорошо. Что еще сказать с котлом? Как я сказал уже, я, в принципе, отдаю очень много приятных вещей, плюшек, которые тоже входят в цену, за которую я его продаю. Что это такое? Ну, во-первых, у меня... Я вот недавно вспомнил, есть вот такой редуктор, вращатель. Этот редуктор крутит шнек. Про вопросов к нему нет, он работает очень надежно, работает без проблем, уже долгие годы, но, тем не менее, я думаю, это будет приятным моментом, что вместе с этим старым редуктором я отдам у меня есть запасной новый. Так получилось, что он у меня появился в свое время. И до сих пор есть. Я им практически не пользовался. Что еще? Еще, соответственно, в комплекте отдам все манометры, которые идут к котлу. Отдам регулятор тяги настроенный, уже настраивать ничего не надо, Honeywell хорошего качества. То есть, вот цепочка уже все настроена, просто меняете морду котла, и у вас топливный котел. Топите на твердом топливе. Также с котлом отдам группу безопасности. Она уже установлена, она исправная, все хорошо работает. И это тоже будет в комплекте идти за цену, которую я его продаю. Я отдам вот эту часть дымохода, если кому-то нужно. То есть, это крестовина сама, прочистка. Это первая часть дымохода, это тоже прям просто подарю вместе с котлом. Сам котел абсолютно исправен, работает каждую ночь. Я днем его не включаю, потому что, в принципе, дом хорошо тепло держит. Сейчас на улице не так холодно, осенью. Да и зимой, на самом деле, плюс-минус, когда, например, там минус 10 градусов или минус 5 градусов, то я ночью потоплю, а днем у меня дом потихонечку остывает. Включается очень просто. Нажимаешь на отпуск, котел сам зажигает топливо, насыпается до пилет, и поддерживает температуру в автоматическом режиме. Также выключается, нажимаешь на стоп, и все, без проблем, все работает. Котел можно посмотреть, я его продаю, соответственно, не спеша, так как у меня газ еще не подвели. Где-то до марта, наверное, февраля примерно будет все подключать. То есть к этому времени я готов буду его отдать, отгрузить. Соответственно, в любой момент, если вы находитесь на юге Московской области, вы можете подъехать, посмотреть, своими глазами убедиться, увидеть, как он работает, что-то проверить, протестировать. Я все расскажу, покажу. Так, смотрите, ребята, что еще есть в котлу. Так как у меня будет двухконторный газовый котел, и мне, по сути дела, не нужен этот прибор. Я тоже его отдам, очень недорого. Все время даже не помню, сколько я покупал. Сейчас посмотрел, они стоят где-то в районе полтинника. Это напольный бойлер косвенного нагрева. Это европейский бойлер. То есть сделан он где-то в Болгарии. 150 литров. У меня он идет в комплекте. Я специально брал комплектацию с этим стеном на 3 кВт или 2,5 кВт, я уж не помню. Стен стандартный, кстати, можно заменять, если что-то происходит. Но у меня ничего не происходило. То есть вот он 5 лет отработал без проблем. Он работает как водонагреватель, так и бойлер косвенного нагрева. То есть вот у меня от котла идет подача, и обратка идет в котел обратно. В котле есть с двух сторон обратка. И это очень тоже удобно. Можно использовать бойлер косвенного нагрева. Зачем он нужен? Если, допустим, зимой вы топите котел, то вам без проблем. Котел нагреет этот бойлер, и у вас будет горячая вода. Но в то же время, если, допустим, на улице тепло, котел вы не включаете, то здесь просто есть тен, который вы включаете, вы настраиваете. Там есть рычажочек, соответственно, и у вас горячая вода, как в водонагревателе. И вот этот тен, бойлер косвенного нагрева, я готов где-то тысяч за 15 отдать. Тоже недорого. То есть все вместе получится котел плюс данный бойлер косвенного нагрева порядка 150-160 тысяч в комплекте. Если кому-то интересно, пишите. Расскажу, покажу, можно проверить. Теоретически можно даже доставку обсудить какую-то. Поэтому на связи. Компания Радостроя, Алексей. Всех благ. Если что, пишите, звоните, проконсультируем, подскажем. В общем, такие вот предложения. Возможно, будет кому-то интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...